Из самых популярных трендов на YouTube сейчас заказывать случайные загадочные коробки у совершенно незнакомых людей в Даркнете и открывать их на камеру. Не знаю, почему я тогда не понимал, что большинство этих видео – постановка для привлечения просмотров. Я подумал, что это отличный шанс обрести популярность на YouTube, которую я так хотел. Для тех, кто не знает о Даркнете, это просто часть интернета, недоступная для поисковых систем таких браузеров, как Chrome, Firefox или Explorer. Для начала вы должны загрузить специальный браузер Tor с его особой системой шифрования. Доступ к этой части интернета не является незаконным, но поскольку она полностью анонимна, здесь происходит множество незаконных действий, возможности безграничны. Я беру свой ноутбук, который был со мной с 2011 года, и загружаю необходимые программы. Я предпочитаю использовать ноутбук, а не персональный компьютер, на случай, если поймаю вирус. Мой 7-летний ноутбук отлично подходит на роль одноразового устройства. Несколько лет назад я попал в тот период, когда курс биткоина взлетел до небес и вовремя вложился. В общем, у меня уже было немного накоплений на тот момент. Не очень много, всего 0.1 биткоин, что соответствует примерно 632 долларам. Но этого было достаточно для того, что я искал. Я открыл браузер и начал свое путешествие с сайта Hidden Biki. Они предоставляют множество полезных ссылок для начала работы в Даркнете. Я пролистал предупреждение и информацию о том, что это такое, и нашел ссылки, которые искал. Чуть не забыл. Пробормотал я про себя. Доставая клейкую ленту из ящика стола. Я отрезал маленький квадрат и наклеил его на веб-камеру. Считайте меня параноиком, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я нажал на первую ссылку и ждал, казалось, целую вечность, пока страница загрузится. Это была еще одна очень простая страница со списком популярных сайтов, которые можно было пролистать сбоку. Я продолжил поиск по ссылкам, пока не нашел страницу, посвященную загадочным коробкам. Я хотел найти коробку стоимостью около 500 долларов, чтобы мои зрители поняли, что я настроен серьезно. Они были относительно небольшими в диапазоне от 0.0125 до 0.05 биткоина. Я боялся, что меня могут обмануть и решил продолжить поиски после небольшого перерыва. Когда я вернулся, то заметил, что мой курсор отклонился в сторону и смог нажать на ссылку, которая должна быть соответствовала цвету фона веб-страницы, потому что я ее не увидел. Я поддался любопытству и нажал на ссылку. Передо мной открылась темная страница с небольшим белым текстом в верхней части. Я продаю коробку со случайным содержимым любому смельчаку всего за 0.12 биткоина. Всего одну, подумал я про себя. Окей, я в деле. Я нажал кнопку оплаты и меня спросили, сколько я хотел бы потратить. Я ввел 0.1 биткоина, скрести пальцы. Платеж прошел без каких-либо колебаний и тут же меня встретило окно чата с вопросом, куда бы я хотел отправить свою посылку. Я знаю, что это была не очень хорошая идея и жалею об этом до сих пор. Но другие каналы YouTube часто использовали свой собственный адрес, поэтому я дал им свой реальный домашний адрес. Я ждал посылку больше месяца. Точнее 36 дней. Она прибыла прямо ко мне на крыльцо и была многократно обернута красной лентой. Я установил камеру на штатив и настроил ее так, чтобы показать себя и коробку на маленьком деревянном столике. Я завесил фон простыней, чтобы все выглядело более или менее профессионально. Я приготовил перчатки и ножницы, чтобы записать видео без лишних дублей. Привет всем, добро пожаловать в сегодняшний влог. У меня есть для вас сюрприз. Я продолжаю свой монолог, рассказывая о том, как я получил эту коробку и сколько я заплатил. Давайте не будем терять времени и откроем эту таинственную коробку из Даркнета. Я беру ножницы и разрезаю красную ленту. Убедившись, что перчатки надеты плотно, я разрываю коробку. Мои брови нахмурились, когда я увидел только одну книгу. Молча я достаю книгу из коробки. Я был очень зол, ведь потратил больше 600 долларов на книгу. Но, друзья, похоже, нам попалась какая-то хрень. Надеюсь, тут страница из золота. Внешняя сторона книги была старой и потрепанной. От нее пахло плесенью и грибком. Я раскрыл книгу на первой странице и взглянул на содержимое. Это старый фотоальбом. Пахнет старой гнилью. Давайте посмотрим фотографии. Я показал камере вид содержимого страниц. На первой странице 4 фотографии. Все они помечены по дням. На первом снимке первый день, на второй день второй и так далее. Фотографии были сделаны на старый фотоаппарат Polaroid.